Юрий Владимирович, здравствуйте! Уже завтра состоится традиционный ежегодный турнир городов Сибири у нас в Каннске на призы Юрия Пермякова. Расскажите, вот как он будет проходить в этом году, сколько участников планирует принять наш город? Ну, турнир, наверное, будет происходить по традиционной сетке, так сказать, в 10 часов начала. Сколько будет участников, я не могу сказать, но вот сегодня с Александром Борисовичем Лиджи, тренером города Каннска, мы разговаривали. Я задал ему этот вопрос, он ответил, что должно быть не меньше 100 человек. То есть уже заехали тут в Новосибирск, я вот в гостиницу ребят привез сюда главного судью соревнований с Владивостока, традиционно с собой беру Гончаров Владимир Егорыч. И местных очень много с Иркутска, с Бурятии, с Новосибирска уже, ну, это уже, которые конкретно подъедут. Вот, это будет известно, сегодня 18 часов взвешивания будет, а завтра утром до начала соревнований будет жеребевка, и еще будут доезжать оставшиеся участники. Вот вы сказали о том, что много ребят представляют сборную Каннска. Как вы оцениваете шансы наших спортсменов и вообще, в принципе, уровень их подготовки? Ну, вообще, исходя вот из, я уже, это турнир 12, я помню, когда все это начиналось, вот, и на этом турнире выросло много ребят, конкретно мастеров спорта. Я сейчас, может быть, даже по фамилиям всех их и не перечислю, но это порядка 6-8 человек, пожалуй, которые могли здесь, ну, которые в городе Каннске выросли и выполнили норматив мастера спорта. А некоторые, уехав в Краснояр, поступив в там высшее учебное заведение, буквально следом там в течение года-двух стали мастерами спорта. То есть это база та, которая закладывается здесь, она дает им уже толчок, ну, на будущее. То есть те ребята, которые сегодня будут, завтра участвовать в этих соревнованиях, я думаю, у них очень большие перспективы, это во-первых. А во-вторых, уровень самих соревнований, он с года в год постоянно повышается, по-другому не должно быть. То есть если человек тренируется, если человек к чему-то идет, то результат должен быть. Немножко затронули историю вообще вот возникновения этого турнира, да, когда он первый раз прошел. Расскажите нашим зрителям, как это все начиналось и почему возникла такая идея проводить турнир городов Сибири в Каннске. Или, может быть, статус менялся из года в год? Ну, пожалуй, наверное, началось с того, что я, в принципе, в город, к себе на родину возвращался всегда. Я уехал в 76-м году и ни одного года я не пропускал. То есть вне зависимости, что было, турнира не было. А последние там несколько лет перед тем турниром, который мы организовали вместе с ребятами из Каннска, я посещал Красноярск и там проходил турнир памяти Агафонова. Вот. И периодически как бы возникали сразу вопросы такие от моих друзей, которые вот именно с Каннской. Мы вместе учились здесь в свое время. Говорят, типа, ну давай организуем турнир такой. Почему нет? Ты же все-таки это, отдай дань городу Каннску. Ну, я говорю, да не вопрос, давай. Вот. Как-то тогда это все было, ну, как и любое другое дело, начинается, наверное, вот со слова. То есть это вот в начале было слово, как говорится, я уж там библейским почти языком заговорил. Вот. Поэтому думали, что год-два-три, там, посмотрим. Но я почему-то для себя точно определился, что это не будет год-два-три, это будет ровно настолько, насколько мне будет это интересно. И пока интересно. Пока да. Ну, нужно сказать, что турнир на призы Пермякова уже стал таким брендовым соревнованием, да, для города Каннска в среде самбистов, дзюдоистов. Все его ждут ежегодно, и все к нему готовятся, и мечтают попасть и принять участие. Вот вы назвали несколько территорий, которые будут принимать участие в этом году. Вы сами ставку делаете все-таки на Каннск, или еще какие-то территории выделяются? Однозначно на Каннск. Ну, те ребята, которые поехали, вот скажем, вот тоже с Новосибирска, с Бурятии, я уверен, что это непростых ребят послали. Потому что в сегодняшних реалиях финансовая поддержка имеет очень большое значение, и послать просто парня, который там займет там какое-то там десятое место, ну, не резон. Поэтому везут тех, которые будут становиться первым, вторым. То есть для наших борцов это, ну, большая школа, чтобы вот именно побороться здесь, выиграть. Потому что одни соревнования – это больше, чем месяц-два тренировок. Потому что после каждых соревнований мы чему-то учимся, после чего мы исправляем ошибки. Колоссальный опыт, особенно для начинающих. Конечно. Скажите, ребята, какого возраста будут принимать участие в завтрашнем? 12-15 лет я. 12-15 лет. Немножко расскажите нашим телезрителям о том, чем вы сейчас занимаетесь. А насколько плотно вы занимаетесь спортом? Насколько плотно занимаетесь, может быть, преподавательской деятельностью, тренерской работой? Ну, что касается спортом, я занимаюсь достаточно плотно, да. Вот даже сегодня я приехал, костылей не видно, травмировал ногу на тренировке и делал недавно операцию. Но это все как бы такое… Такие издержки бывают крайне редко, кстати. Это все даже не самбо, а футбол. Занимаясь самбо, я почти травм не получал. Все травмы на футболе. То есть футбол более травмоопасен? Однозначно, да. Однозначно более травмоопасен. Как бы это… Ну, это так. Поэтому, да, я со спортом дружу. Я пять раз в неделю постоянно тренируюсь. Как бы это… По-другому не могу. Занимаетесь воспитанием спортсмена? Только в своем родном «Динамо» прихожу. У меня есть определенные, там, скажем, уже друзья. Они мне в дети годятся, но я их наставник. Очень приятно, что они прислушиваются ко мне, помогаю, отрабатываю вместе. Ну и так далее. Вот. Что касается самостоятельно, чем занимаюсь? Ну, я занимаюсь бизнесом. Бизнес, да. Живете вы во Владивостоке, насколько я знаю. Расскажите о том, в Канске вы тренировались, вы выступали за сборную города Каннска. Как это все происходило? Ну, я достаточно поздно занялся борьбой. Это была вольная борьба. Где-то в районе… Участь здесь техникуме на втором курсе перед самой армией. Ну, уже это была вольная борьба. Были достойные тренера. И, к сожалению, сейчас нет живых. Это Петр Иванович Усольцев, это Волков Владимир Дмитриевич. Вот. Они, конечно, в моей судьбе много что привнесли. То есть дали вот этот толчок для того, что я пошел и нисколько не пожалел в том, что я этим занимался и занимаюсь, и, видимо, буду заниматься. Плотно общаетесь с Каннской школой самбо и дзюдо, да? И можете, наверное, проанализировать, как сильно изменилась школа за годы? Ну, сказать плотно, наверное, это я покриваю душой. Нет, пожалуй, такой плотного контакта нет. Но мы периодически созваниваемся, да. Как бы я знаю в курсе, что у нас есть Александр Певнев такой, все вы его знаете. Уже прославленный, да, спортсмен. Это человек, который, да, вырос на нашем турнире, без ложной скромности могу это сказать, вот, потому что он на всех этих турнирах участвовал. И завтра будет одна весовая категория свыше 90 килограмм, в которой он примет участие, будет отдельный приз. Поэтому я думаю, что вашей молодежи уже есть к стремиться к кому, к какому результату, это результат его. Юрий Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Всего доброго, удачи, удачи спортсменам на завтрашних соревнованиях. Спасибо. Спасибо вам.